Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Руслан Бортник прямо сейчас со мной на связи. Руслан, здравствуйте. Приветствую вас. Руслан, множество есть тем для разговора. Понятно, что идет Рамштайн, есть ожидания, есть вот даже вот предвосхищение определенных хороших новостей, на этом акцентируют политики внимание. Но я начать предлагаю с Молдовы, над которой уже не летают. Что происходит? Происходит украинизация Молдовы. Само государство уходит со своей нейтральной платформы в направлении евроатлантической интеграции. Параллельно внутри государства остается большая достаточно и пророссийская, и антизападная оппозиции. А это две разные оппозиции, которые исторически всегда создавали проблему прозападно настроенной части элит. Напомню, что в самой Молдове только в прошлом году полгода стоял Майдан. Там тарифный, социально-экономический Майдан. Вся эта ситуация с передачей планов, якобы нападение на Молдову и всего остального. Хотя я не понимаю, как Россия может напасть на Молдову. Технически как? Откуда она может проникнуть в территорию Молдовы? Все это создает фон для молдовского руководства, для закручивания гаек. Для разгрома пророссийской и антизападной оппозиции, для запрета СМИ, для реализации внутренней политики вот такого сценария закручивания гаек. Кроме того, мы видим, что президент требует больше полномочий для себя, для силовых структур. Очень знакомо, правда же? Кроме того, Молдова получает поставку сейчас вооружения и техники из-за стран Запада. На этой неделе получит БТР из Германии. До последнего времени это фактически была невооруженная страна. Безоруженная страна фактически была. Кроме того, у нее стремительно ухудшаются политические отношения с Россией. То есть происходит вот такая украинизация внешнеполитическая и внутриполитическая украинизация жизни в Молдове. Да, конечно, надо понимать, что если бы Россия достигла каких-то успехов по Украине, то, скорее всего, Молдова могла бы стать следующей жертвой Российской Федерации. Это опасения, эти страхи, эти оценки, они присутствуют в молдовских политических элитах. И они толкают сегодня эту страну к игре на упреждение. Толкают эту страну сделать то, что было сделано в Украине за последних 8 лет. Вот в Молдове сейчас попытаются это сделать, наверное, за пару месяцев. И вооружиться, и подавить оппонентов, и снова же таки начать вектор на евроатлантическую интеграцию. И напомню, что самой стране, так же, как и в Украине, предоставлен статус кандидата в ЕС, который, например, не получила та же самая Грузия. Вот что происходит в Молдове. Да, конечно, Молдова остается очень сложной страной, более сложной даже, чем Украина. И я говорю о Приднестровье, и то, что сейчас происходит вокруг Молдовы, возможно, это подготовка фона политических условий для совместной молдовско-украинской операции против Приднестровья, где небольшой контингент российской армии охраняет достаточно большие склады вооружений. До сих пор большие склады вооружений, вооружений, боеприпасов, калибров, которых сегодня очень не хватает украинской армии. Как раз того всего постсоветского. Но, кроме Приднестровья, еще проблема Гагаузии, очень пророссийски настроенного региона, который находится фактически в режиме самоуправления, саморегулирования, который может стать в любой момент следующим Приднестровьем. Высока вероятность при развитии таких сценариев ввода на территорию Молдову войск Румунии или других стран НАТО, потому что сама армия Молдовы не очень крепка, и она находится в таком состоянии, в котором украинская находилась в 2014 году, даже, наверное, еще хуже. Тогда возникает здоровый вопрос. А почему сейчас вероятность для Молдовы ввода войск есть, а в Украине нет и не было? Потому что пока что в Молдове маловероятный сценарий прямого столкновения с российскими войсками. Особенно, если мы говорим о Грузии, об остальных регионах. В то же время, как в Украине идет прямая война с Россией. Поэтому вероятность введения войск на территорию Молдовы, он на порядок выше сегодня, чем на территорию Украины. Вот какая-то сценария. Вот страна-то сейчас будет быстро преобразовываться и трансформироваться. Напомню, что румынское руководство обратилось к Украине с просьбой не признавать больше существование молдовского языка. Очень интересная такая фишечка, что молдовский язык – это на самом деле румынский язык. Понятно, что для этого государства, это государство хоть имеет исторические свои интересные корни, в Аллахии и в Бессарабии есть своя историческая традиция князей, руководителей, гетьманов и всего остального. Кстати, одна из версий происходения слова «гетьман», что оно попало в наш язык именно с этих краев. Но в то же время близость этой культуры к румынской, языка к румынскому, делает эту страну потенциально, создает для нее потенциально другие проблемы, не только с востока, но и с запада, для ее будущего существования как суверенного государства. Я пытаюсь мягко высказываться, но условно говоря, в сказке о том, что Польша поглотит Украину, в Украине никто не верит, да, и это маловероятно, потому что все же украинская культура более глубокая, большая, большая численность носителей, она политически более устоявшаяся. В отличие от молдовской политической культуры, которая до сих пор остается разделенная на, условно говоря, прорумынскую часть и просоветскую часть. Вот эта культура, эта государственность может не устоять не только под восточным давлением, но и перед румынской экспансией. Завершая тему Молдовы, плохой сценарий для Украины есть по событиям вокруг Молдовы? Да, конечно. Мы сейчас видим там закрытое пространство, беспилотники залетели, тут сообщают, что нет, уже все открыто, но мы видим какая-то нездоровая атмосфера. Зеленский лично заявлял о госперевороте в Молдове и передал документы, документы Санду приняла. И вот ввиду этого мой вопрос звучит достаточно здраво и логично. Вот мы же должны просчитывать там хороший и плохой вариант развития событий вот именно в этом государстве. Да, смотрите, обращаю внимание на себя тот факт, что эта передача документов едва ли не публично произошла. То есть это все, это было необходимо для определенных политических шагов для Санду, которая сделала, требуя увеличить полномочия местной службы безопасности, местной прокуратуры сегодня в парламенте. Кроме того, правительство поменяли, напомню, в Молдове, правительство, которое все же говорит, что оно как бы такое, правительство, которое пытается усидеть на двух стульях, и румынском, и российском одновременно. Плохой сценарий для нас в части Молдовы – это дезинтеграция этого государства. То есть это кризис на территории этого государства, и его дезинтеграция или его оккупация какими-либо иностранными силами. Потому что любая дезинтеграция этого государства приведет к необходимости выделения нами дополнительных вооруженных сил для охраны границы, для защиты своих граждан на пограничных территориях, и для защиты большого количества украинских граждан на территории Приднестровья. Как минимум несколько сотен тысяч жителей Приднестровья имеют украинское гражданство. То есть для нас это распорошение сил. Для нас, конечно, очень плохой сценарий, если каким-то образом смогут победить пророссийские силы на территории Молдовы, и смогут использовать территорию или Молдовы, или часть этой территории, или территорию Молдовы, Приднестровья и Гагаузии для создания военных кризисов, кризисовой безопасности для Украины. Потому что это растаскивает силы. Мы заинтересованы в том, чтобы Молдова была стабильным государством. Стабильным, концентрированным государством. Государством с демократической формой правления. Поскольку таким образом мы будем чувствовать обеспеченный свой тыл, мы будем понимать, что и российские войска в Приднестровье не будут способны на какие-то серьезные действия, потому что сильное молдовское государство будет способно создать, оказывать серьезное давление на сам факт существования Приднестровья, и будет способна купировать эту проблему. Вот наши какие интересы. Да, действительно, но самый главный, конечно же, интерес Украины, он сегодня в Рамштайне. И, понятно, там прогнозы дела неблагодарные, но уж очень много об этом говорят. Есть ли определенный фидбэк? Ведь многие называли визиты Зеленского в Британию, Париж, Брюссель как своеобразной подготовкой к этому Рамштайну. Соответственно, президент должен сегодня получить результат этих поездок. Или нет? Или это о другом? Ну, практически, кроме того, этот Рамштайн практически совпадает с визитом Байдена в Польшу. Тут есть комплекс вещей, которые необходимо одновременно анализировать. Рамштайн этот, я не думаю, что он станет каким-то прорывным. Вот если последний Рамштайн был танковым, то, скорее всего, на этом будет говорить, конечно, об авиации, и будет заявляться готовность потенциальная рассмотреть вопрос о выделении украинской авиации. Но само решение по авиации еще, наверное, не будет принято. Хотя шанс есть в отношении того, что лично Байден может принять соответствующее решение или разрешить реэкспорт американской авиации, в том числе через структуры, через механизм Рамштайна для Украины. Скорее всего, этот Рамштайн будет контрнаступательным. Вот так мы его назовем. Этот Рамштайн будет, целью его будет обеспечение системности и широты номенклатуры поставок Украины в вооружение, которые позволят Украине планировать контрнаступательные операции, которые переносятся уже на весну-лето этого года. Возможно, контрнаступательные операции на юге или против Крыма в части освобождения украинских территорий Крыма. Скорее всего, в этом фокусе этого Рамштайна будут оставаться две ключевые части военные. Это танки и бронетехника, если в целом. Потому что планов заявлено много, но самые первые танки в лучшем случае мы получим через три месяца. Очень долго. Знаете, есть хороший способ дать, чтобы не дать. Я тебе подарю вот этот компьютер, на котором мы сегодня записываемся, но через 10 лет. Когда он тебе уже не нужен, не актуален. Вот иногда с бронетехниками и бронетехникой складывается именно такое впечатление. И второй вопрос, вопрос боеприпасов. Остро стоит сейчас вопрос боеприпасов перед Украиной снова. Несистемная поставка и исчерпание приводит к тому, что мы снова серьезно экономим боеприпасы. Вот эти две ключевые вещи. Кроме того, на этом Рамштайне будут рассматривать сценарии, как будет реагировать Запад в случае начала полномасштабного российского наступления, большого российского наступления. Да, в Украине уже говорят о том, что оно началось, оно уже там продолжается две недели, но не похоже. Военные так не считают, все же серьезные. Россия такое впечатление, что тестирует сегодня, ведет разведку боем на очень большом фронте. На фронте как минимум в 600-700 километров. Но ключевые резервы, главные резервы еще не брошены в бой. И по итогам вот этого давления, которое вот начиная от северо-Луганской области, заканчивая рекой Днепр, по всей этой длине, оно сейчас наблюдается. По итогам этого давления, скорее всего, Россия определит ключевые направления для наступления. И вот Рамштайн будет рассматривать, что он будет делать, если Россия все же бросит все резервы в наступление, будет достигать или не достигать каких-то результатов, какие будут действия, алгоритмы, последовательность действий партнеров, что они будут украине предоставлять, кто и конкретно будет за это ответственен. Он будет разрабатываться алгоритм с учетом вероятности вот этого российского наступления, но параллельно планируя украинское контрнаступление уже весны, лета следующего года. Рамштайн превратился фактически в новый военный блок. Вот на это я хочу обратить внимание. Потому что Рамштайн включает не только страны НАТО, но и других союзников сегодня Украины, союзников США. Этот новый, условно говоря, украинский блок или украинский военно-политический блок сегодня, это более эффективная, наиболее эффективная военная структура в мире сегодня, военная коллективная структура в мире. Потому что даже внутри НАТО многие эти решения сложно принять и не удается принять. А Рамштайн, который просто собирает отдельные страны, по большому счету, которые в меру своих возможностей и желаний сбрасываются в общий котелок под названием Украина, он продемонстрирует огромную эффективность. И возможно на базе Рамштайна в будущем не сильно будет сформировано новый военно-политический блок. Взамен или параллельно НАТО, АОКУСу, другим форматом сотрудничества, США-Япония, США-Южная Корея, новый глобальный военно-политический блок, вот его прообразом может как раз стать Рамштайн, где нет таких политических проблем, где нет ни у кого права вето для блокирования решения, где применяются абсолютно другие механизмы выработки этих решений, исходя из права большинства, исходя из позиций США и исходя из возможностей тех или иных стран. Руслан, это, конечно, мы будем анализировать, и это действительно может выйти на повестку дня в каком-то будущем. Но давайте о сегодняшнем дне. Странное сообщение доносится, вот как бы разразившись в информационном пространстве, о судьбе Бахмута. С одной стороны, ну, есть там прям волна информационная, что вот-вот и Бахмут падет, с другой стороны, тут появляется как черт из табакерки Пригожин и говорит, что, да погодите, что это за чушь, это чепуха, каждый день по 500-700 новых бойцов прибывают с разных сторон в Бахмут. Вот это закрытие для гражданских лиц и волонтеров города, о котором было объявлено ранее, его сегодня, ну, в очередной раз уточнили, что это не закрытие, а ограничение, что, мол, не все так страшно, успокойтесь, все, кто зраду разгоняет, что, мол, готовятся к сдаче Бахмут. И Пригожин говорит, что мы, ну, пока не можем его взять, идет борьба, идет бой за каждый дом. В общем, интересная, скажем так, интересный пинпонг заявлений, потому что кто-то уже Бахмут потерял в своих пабликах и комментариях, а кто-то не взял и, брать в ближайшее время, понимает, что не собирается. Что происходит сейчас на этом локальном, отдельном участке фронта? Именно как, ну, понятно, не военный, а вот именно политический эксперт. Что бы вы сказали, Руслан? Ну, надо понимать, что-то вот возле меня очень громко взорвалось. Но мы не это будем анализировать. Смотрите, надо понимать, что, во-первых, это может быть военная хитрость, если говорить о заявлениях Пригожина. Российские военные понимают, что просто такое себе овладение, выдавливание украинских войск из Бахмута и овладение Бахмутом ничего не даст кардинального. То есть к разгрому украинских войск даже на этом направлении это не приведет. Российские военные и вагнеровцы заинтересованы в другом. Они заинтересованы в окружении Бахмута и пленении как можно большого количества украинских солдат. Создание котла. И вот эта их риторика может быть связана с этим. Несмотря на то, что, условно говоря, наши военные говорят, что все линии снабжения уже находятся под обстрелом, эта риторика может быть направлена на то, что присылайте еще солдат, просто мы же хотим создать котел. А создание котла может привести уже к катастрофе локальному масштабу. Напомню вам, что первые минские и вторые минские соглашения возникали после котлов, после Дебальцева и после Иловайска. Переговоры, ну да действительно, что-то в воздухе происходит, не тренировочно, так что берегите себя. Это один аспект, чтобы вы понимали. И вот даже если вспомним Азовсталь, она тоже очень серьезно повлияла на ход переговоров политических, на политические позиционирования сторон. Вот Россия сегодня заинтересована ищет на линии фронта возможности для создания именно котлов. Потому что банальное выдавливание украинской армии, причем с огромными потерями с кистой территории, ни к чему не ведет. Раз. Второе. Западные партнеры тоже говорят пря публично и не публично, что Украина, может быть, вы поберегите резервы, может быть, отводите постепенно войска, потому что все же оборонятся в городе, который с трех сторон окружен, а Бахмут с трех сторон окружен сегодня, по факту. Очень сложно. Потери в такой обороне возрастают многократно, когда тебя обстреливают с трех сторон. То есть, если, условно говоря, изначально ты сидишь находящийся в стабильных военных позициях, то твои потери с наступающей стороной минимум один к двум, а то и больше. А если ты находишься уже в полу котле, твои потери уже могут быть выше даже, чем на наступающей стороне. И Запад говорит, вы подумайте, а может быть, мы отведем, может быть, мы не будем повторять историю Донецкого аэропорта, Азовстали, Дебальцево, многих других символических мест, за которые мы символически, политически держались, что в конечном итоге было использовано российской армии против наших вооруженных. Это два. В то же время, вот эта фортеция Бахмут стала политическим символом в украинском сознании. Бои за Бахмут продолжаются, ну, как минимум, с июня прошлого года. И мне не хотелось бы, чтобы политическая логика сейчас предопределяла бы действия военных, чтобы этот политический символизм, что крепость наша сейчас еще стоит, привел потом к серьезным политическим последствиям, негативным политическим последствиям. Я не военный, я не нахожусь на месте, но мне кажется, что ситуация вокруг Бахмута достаточно сложная. Мы видим, что уже там, что есть элементы подготовки к уходу из города. Это касается не только наших волонтеров, запретанных именно посещений, но это касается и вывода штабных частей, твовых частей из города. Этот процесс наблюдается. Но тут важно выдержать правильный баланс между потерей города и какой-то военным поражением и потерей солдат, излишней потерей солдат на этом направлении. Идет игра между сторонами. Кроме того, не стоит забывать, что ЧВК Вагнер сейчас находится, в штурме города находится в основном во втором эшелоне. После понесенных потерь в боях за Солидар сегодня штурм продолжается военными. Это заявления регулярной российской армии. В основном. Вагнеревцы тоже присутствуют до меньшей мере. И эти заявления Пригожина могут быть связаны с банальной ревностью. Без нас никто ничего не освободит. Да. Тут может быть много-много-много разных мотивов, хотя я тут вижу такую попытку западни. Попытку создания иллюзии в отношении того, что у нас там никаких достижений нет. Украина, давайте еще войска солдат. Для того, чтобы увеличить наши потери. Наши потери. Я все-таки хотел бы, чтобы этими процессами управляли не политики в нас, а военные. И там, где необходимо, отступали. Там, где необходимо, и возможно, наступали. Ремарка, что звучит в небе над головой Туруслана в данный момент до этого, было сообщение, что два разведывательных дрона вблизи Киева было замечено. Эти дроны были на границе с Белоруссией, вот сейчас с этой стороны столицы. И такой курьез даже был. В Киеве очень ветрено сегодня. Ну, порывы ветра большие. И сорвало черный пакет, обычный черный пакет. И он, ну, как бы носился в небе над Киевом. Это фиксировали, передавали в специальном приложении воздушной тревоги. Ну, потому что с Земли увидеть черный пакет, который, ну, выяснили, что все-таки вот это не дрон. Дрон вот на подступах возле Киева два их разведывательных заметили, поэтому вполне вероятно, что в момент нашего разговора этот дрон уничтожали. Ну, в общем... Еще хочу добавить сюда, Александр, смотрите. Но, в принципе, Бахмут важен с военной точки зрения. Он важен как последний барьер между... перед Славянском, Краматорском, Константиновкой. Вот это... Там уже остается последняя часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем, поэтому он в этой части важен. Кроме того, Бахмут очень интересный транспортный узел. Он очень мне напоминает Попасную, захват которой российская армия позволила потом захватить Лещичанск, Север-Донецк. Город, из которого ведут очень много дорог в разных направлениях. То есть хороший узел связи, который позволяет российской армии после его захвата потенциального наступать сразу в 3-4, даже больше направления. Вот чем важен сегодня тоже Бахмут с точкой военно-тактической. Все же, я думаю, что нам удержать этот город в ближайшие несколько недель будет крайне сложно и высока вероятность, что необходимо будет принимать решение об отводе войск. Да, но это вот, если подводить черту под вот этим вопросом, на самом деле вопросов масса и множество. С точки зрения внутреннего украинского процесса, общества, которое переживает неделя за неделей от Рамштайна до Рамштайна, новые и новые новости ждет, скажем так, о вооружении, радуется каким-то обещаниям, умиляется, сегодня день Валентина, умиляется Валентинкиным из Залужным, посмеивается, но тоже по-доброму и радуется там фотографии Резникова, который с У-27, да, макетом, как бы ни на что не намекая. То есть, это все понятно. Но в этот момент вот мы дошли до того, что уже оперативное командование Юг прокомментировало сегодня такое почти вирусное видео, где там военные задерживают гражданского, там, топчут его ногами, каким-то образом крутят, вяжут, это все посреди улицы в Одессе. Это вот перманентная история, но сегодня, ну, как бы, ну, вот определенная, вот этот градус, да, он дошел уже до оперативного командования Юг, и там сказали, что проводят инструктажи, всячески, ну, настаивают на том, на самом высоком уровне, чтобы все было цивилизовано правильно и нормально с точки зрения вручения повесток и, ну, скажем так, обращения с потенциальными мобилизованными. Но есть некий человеческий фактор, и вот почему-то в Одессе он особен, этот человеческий фактор. Что можно сказать? Ну, это что? Ну, как бы, везде нормальные люди, а в Одессе вот такие попали в ряды вот этих групп, которые дежурят по улицам и разыскивают, кого бы мобилизовать? Сначала я по обществу скажу, потому что мы недавно делали новую социологию, она не опубликована, поэтому, к сожалению, результатов не могу сказать, но скажу общее такое настроение. Знаете, в нашем обществе не осталось практически страха и не осталось иллюзорных, розовых надежд. В обществе осталась злость и в обществе есть огромная вот такая упертость, упорность. Вот мы уперлись рогом и готовы упираться уже, даже не имея, не надеясь на какое-то особо светлое будущее или понимая, что в ближайшее время его не будет. Такая упертая отчаянность, я бы даже моментами сказал, вот прослеживается в состоянии общества и она потом уже выливается в вопросы, когда ставишь вопросы в отношении применения ядерного оружия или мирных соглашений. Нет, это отчаянная уже уперность. И мы говорим, конечно, о той части Украины, которая, украинцев, которая живет в Украине, потому что у нас еще две большие части, разные части находятся за границей и на оккупированных территориях. Там другие настроения, которые нам слабо известны. Вот эта отчаянная упорность, я думаю, что упертость и упорность какие-то элементы фатализма, я бы даже сказал, прослеживается в общественном сознании. А это состояние, в котором общество может еще держаться очень долго. Поэтому мы видим достаточно стабильное социальное сознание, которое сложно поколебать даже какими-то политическими скандалами. Мы видим коррупционный скандал вокруг Министерства обороны. Да, нанес удар по репутации власти, но не по репутации государства. Тоже странный момент. Так до сих пор эти бумаги с ценами закупочными в Верховную Раду не принесли, Руслан? Они же тяжелые. Они же там, помните, в каких единицах измеряются? Наверное, бумаги измеряются, не знаю, в килотоннах каких-то. Поэтому их не донести. Но это отдельный вопрос. Пускай исследователи разбираются. Мне кажется, что все-таки власть поступила в этой части некрасиво и неправильно. Необходимо было, безусловно, всех наказывать. Убирать, наказывать за такие ошибки в военное время, даже если это ошибки, нужно было наказание. Но решили не выносить мусор из избы, не решили сохранить ключевые политические фигуры, прикрыться. Хотя это вызвало даже линию раскола внутри самой команды власти и, условно говоря, резников, больше не приходной в парламенте. Его больше никуда через парламент назначить нельзя, потому что слуги народа категорически отказываются за него голосоваться, хоть и на завхозы в парламенте. Не будут за него больше голосовать, все дорожат своей репутацией. Теперь, и, к сожалению, последующие скандалы, они неизбежны. Если война продлится долго, все равно государство это большой механизм, власть это большой механизм, и там все равно будут попадаться нечестные люди. Следующие скандалы будут усиливаться вкратно нерешенностью этого скандала, отсутствию вывода належащих по этому скандалу. И если во власти думают, что приведя очередной волонтерский десант Министерства обороны, можно как-то глаза там обществу немножечко расфокусировать. Ну, достаточно быстро все вспомнят Бирюкова, волонтерский десант 2014-2015 года. И чем это закончилось? Уголовными делами в отношении волонтерского десанта. То есть, вообще, у меня такое, знаете, впечатление, что у меня дежавю огромный. И в 2014-2015 году те же самые абсолютно шаблонные действия. То есть, вот возник кризис, давайте вот волонтерам поделимся с волонтерами какой-то властью, не предоставляя им реальной властью, все равно понимают, что они плохо закончат эти волонтеры. И подбирая этих волонтеров под свой вкус. Возник кризис с правительством, а давайте привлечем там иностранцев, иностранных консультантов, ведем, вернем наблюдательные советы с иностранными партнерами, давайте проведем реструктуризацию, попросим больше денег ОМВФ. Дежавю только в масштабе. Такое впечатление, что бесконечная наша страна, знаете, живет в бесконечном дне сурка. В бесконечном дне сурка. Вот таких циклов только в своих условиях. Я уже могу, наверное, вспомнить пять или шесть за последних тридцать лет. Ну, больше даже, наверное, не пять и шесть, с десятой, наверное, этих циклов. И мы по этому циклу ходим. Ну, люди ходят, элиты живут, потому что на каждом этом витке часть элит зарабатывает, потом отклеивается от этого витка, уезжает жить за границу или там просто богато живет. Потом еще виток, снова часть элит заработала, отклеилась, снова виток. Этот виток постоянно генерирует, знаете, такая себе центрифуга, которая отсеивает элитам золотые слитки, золотой песок. А вот на периферии обыкновения обществу просто песок остается. А общество как бы дубасит друг друга ногами, затаскивая мобилизацию. Причем самое интересное, что и эти ребята, которые в командах, в военкомате, условно, в центре комплектования служат, и вот эти потенциально мобилизованные, они же по идее, они же заодно, они на одной стороне, они друг другу не враги, а вот такие вещи происходят. Они и те и другие это жертвы. жертвы неэффективной политики. По большому счету. Потому что заставить военного охотиться за гражданским, тягать его за руки, за ноги, но это неправильно использовать военного. Это военный человек, он должен тренироваться защищать свое государство. Смотрите, давайте посмотрим эту ситуацию, последний этот ролик, когда там человека тянуть, раздевают походу, снимают с него все буквально. Если бы это делали бы сотрудники МВС, полиции, у нас бы не было бы вопросов. Да. Они наделены правом законным задерживать человека, особенно если он не хочет себя идентифицировать, особенно в условиях военного положения. Они могли бы закручивать ему руки за спину, валить его на землю, то есть применять спецсредства. Вот почему они этого не делают? Вот почему у меня возникает, почему мне естественно обороны с МВС не могут наладить нормального сотрудничества? Чтобы каждый патруль, каждую делегацию с центром комплектования сопровождал патруль МВС. И если необходимо, если гражданин отказывается идентифицироваться, нарушая при этом закон, военное положение обязывает каждого гражданина носить при себе документы, к которому он должен идентифицироваться. Патруль бы его задерживал бы, садил бы в полицейскую машину, отвозил бы в участок, идентифицировал бы, там же ему вручали бы повестку. Ну, на просмотр в центре комплектации, скажем так, как бы на сверку данных. Почему нельзя наладить банальный, простой, примитивный, законный, абсолютно механизм работы с такими гражданами? Для чего подставлять военнослужащих, армию, в таких вот сюжетах? Для чего формировать картинку для России и для всего общества в отношении того, что мобилизация в Украине насильственная, и в украинской армии якобы никто не хочет служить? Это не так, добровольцы до сих пор есть. Их, конечно, меньше намного, нежели было в начале войны, но они есть. Мне кажется, это просто глубочайший непрофессионализм. И вот, когда возникают такие сюжеты, руководство должно вызывать областного руководителя МВД, областного военкома, садить их за стол и бить носом, бить головами на так, пока они не наладят сотрудничество между собой. Законные, государственно обусловленное сотрудничество, поскольку это, в принципе, подрывает доверие к гарнии, к государству, значительной части общества. Ну, а, конечно, сама мобилизация, ну, это, знаете, какой-то элемент уже за рамки разумного далеко выходит, потому что в нашей стране, в нашей стране уже, только в Советском Союзе, для того, чтобы выехать, надо было иметь выездную визу. Не только въездную, а выездную визу. Так сегодня и украинские мужчины. Тот человек, который вот таким образом мобилизирует, то есть в лучшем случае будет никакущий военный, в худшем случае или погибнет сразу, или побежит сдаваться при любом удобном случае. А мы на него потратим ресурсы и деньги. Вот для чего нам такое? Но все же армия, даже армия в такой тотальной войне, это не инструмент наказания. Это Тараса Григорьевича и Шевченко в Москве забривали, когда хотели наказать Российской империи. У нас это обязанность все-таки, но обязанность должна быть добровольной, не добровольная обязанность, а обязанность должна быть почетной. Мы должны искать другие механизмы стимулирования прихода мужчин и женщин нашу армию. Денежные, репутационные, все остальные. Такие солдаты, мне один военком сказал, знаете что, пять насрачников, пять насрачников и будет солдат. Типа, вот что с такими людьми делать? Ну, не будет с него все равно солдата нормально. Он все равно будет помнить, что его туда насильно затянули в эту армию. Будет потом на российском видео говорить о том, что он не хотел воевать, он ни при чем, и все такое. Ну, в общем, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете. Вот такое мнение и вот такой сценарий, алгоритм, что ли, решения этой проблемы от Руслана. Кстати, Руслан Бортник будет отмечен как пользователь YouTube. Переходите, подписывайтесь, следите за обновлениями, ну и тоже как бы комментируйте. Руслан, я с вами хотел очень интересную историю обсудить еще, закручивающуюся прямо сейчас у нас на глазах. Можно вот сколь угодно скептически относиться к очередным вбросам российским, но этот, мне кажется, во-первых, долгоиграющий, а во-вторых, ну очень уж опасный, что ли. Сообщили, ну, некий российский гумштаб, что готовятся якобы, да, украинские провокации вместе со специалистами из Норвегии. Норвежские эксперты вот уже обследовали там местность в районе трассы Киев-Припять, а также вот Буча, Гастомель, вот это у нас направление, там есть уже какие-то протоколы якобы, да, фейковые там о каком-то заражении, и, мол, эту карту именно эту карту, что вот Россия там атакует условно Чернобыльскую атомную электростанцию, выводит там чего-то из строя, какое-то оборудование, это приводит там к какому-то заражению на украинской территории. этим фактом внимание апеллирует к ООН, где на Генассамблее, ну вот на заседании, да, ООН будут рассматривать вот как бы план, мирный план Зеленского, да, вот эти очень важные новости, которые анонсировал Кулеба, мол, якобы Украина возьмет эти данные, будет давить на страны, чтобы вот все проголосовали, закручено, детективно, вот так на поверку, так мало правдоподобно, но не просто так об этом сейчас говорят русские, что думаете? Я, конечно, ничего об этом не знаю, и сложно рассуждать, но сложно как-то это комментировать, но игра вокруг ядерных объектов на территории Украины продолжается, и мы видим, что МАГАТЭ это понимает, и вот руководитель МАГАТЭ снова недавно был в Москве, был в Киеве, и продолжается история с разворачиванием наблюдательных миссий МАГАТЭ на каждом из ядерных объектов Украины, для того, чтобы хотя бы обеспечить международное наблюдение, тут не контроль, не защита, хотя бы наблюдение за ситуацией. Провокаций разного рода будет еще масса, ядерных материалов могильника на территории Украины масса, от этого мы не можем избежать, но дело в том, что, насколько я понимаю, сейчас план нашего государства по Генеральной Ассамблее, он должен предусматривать голосование на Генеральной Ассамблее, большинством голосов, мирного плана президента Украины Зеленского, но напомним вам, там вывод российских войск из всех территорий Украины, контрибуции, наказание военных преступников, военной гарантии, и много чего другого, такой план капитуляции России, можем его назвать, и, а главное, что, что Украина сегодня ищет механизм, как обеспечить реализацию этой резолюции, интересно, второе, резолюции было принято много, как обеспечить реализацию этой резолюции, потенциально, если Генеральная Ассамблея ООН проголосует эту резолюцию, это дает право нашим западным партнерам, США, Британии, другим членам ООН, применять военную силу в отношении России в обход Совета Безопасности ООН, но вопрос, готовы ли они к этому, к участию в таком формате войны, он остается открытым. Ну, ведь это применение силы в отношении России, оно будет не коллективным, условно, натовским, а конкретно от каждой страны. Ну, а готова ли хоть одна страна вступить в конфликт с ядерной страной, прямой ядерной страной? Открытый вопрос. И вот в офисе президента прекрасно понимают, что план можно проголосовать, что он будет проголосован. Часть вот это стран где-то приблизительно 90, 110, 120 даже, которые голосовали за разного рода украинские инициативы, могут и этот раз проголосовать из 190 членов ООН. А ну, что потом дальше делать? Да, это серьезный аргумент, серьезный для будущих переговоров, потому что только этот план будет проголосован, потом в будущем каждый раз садясь за стол переговоров, можно будет сказать, смотрите, Генеральная ассамблея, он вот это проголосовала. Хотя Совет Безопасности ООН в свое время утвердил вторые минские решения, об этом уже мало кто на данный момент помнит. Но вот как его имплементировать, хотя появляется новое и очень интересное поле для игры, более того, в кулисах ООН говорят, что Украина сегодня разговаривает с нашими партнерами в отношении реформы ООН, фактически создание новой организации. Реформа ООН мы привыкли, а давайте расширим Совет Безопасности ООН, берем Россию, это стандартно. Сейчас же вопрос состоит в том, что давайте новую международную организацию вместо ООН и без некоторых стран, которые не разделяют, не соблюдают принципы и ценности, которые были провозглашены организацией объединенных наций в свое время. Но этот сценарий, мне кажется, он очень опасен, потому что он возвращает наш мир в ситуацию до ООН. До ООН возникла как реакция на Вторую мировую войну, как подведение итога Второй мировой войны. Это означает, что по какой-то мере мы идем по сценарию России, которая хочет обнулить весь послевоенный мир, послевоенное регулирование. То есть тут нужно необходимо дуть. Я думаю, что как раз в важности о сюрпризах украинское руководство говорит на 24 февраля о голосовании Генеральной Ассамблеи. Возможно, еще голосование будет по международному трибуналу, по созданию международного трибунала. Там есть сегодня три главные и одна дополнительная модель, как его создавать этот трибунал. Вопрос будет двигаться. Вот так, я думаю, будут развиваться события вокруг этого вопроса. Да, очень интересно. Конечно, мы еще прокомментируем, будем больше иметь информации. Это вот пока анонс, но действительно что-то, вот какая-то игра и вполне вероятно еще и грязная со стороны противника, да, вот она закручивается. И вот здесь нужно, как говорится, ушки на макушке. Очень коротко, вот мне интересно просто совпадение ли это, да, в Румынии сегодня землетрясение новое, 5,7 баллов. и замечен аэростат с этими аэростатами и вот этими шарами, которые там в небе над Америкой, в небе над Китаем, какие-то вот, ну, понимаете, ну, мы же вроде как серьезные люди, но мы вынуждены обсуждать версию инопланетного происхождения этих летательных аппаратов. Ну, как бы смешно не звучало, но это же может так быть. Мы живем в физическом мире, где летает в космосе много вещей. Если мы существуем, могут существовать и другие. Поэтому нам нельзя отбрасывать эти просто версии. Понятно, что это не тема для нашего эфира, но мы должны понимать, что физически существование других миров, других разумных существ, оно возможно. Наверное. Да, просто складывается какая-то очень интересная картина, и вот... Я вам выскажу свою версию. Мне кажется, что такое впечатление состоится, что люди, знаете, ходили где-то с опущенными глазами, а тут увидели небо. Не смотри наверх, да. Да, абсолютно точно. Вот как в том фильме. Абсолютно точно, как в том фильме. Вопрос, для чего нам переводят фокус на небо? Вот для чего? Это может быть элементом создания глобального страха. Что вызывают эти шары в небе над Америкой у американцев, как вы думаете? Кроме раздражения в отношении Байдена и неуверенности в компетенции военного руководства. Чувство страха. Чувство того, что там война или какая-то опасность пришла уже к нам. Или где-то над Канадой вызывают, где-то над Европой. Вот эти шары превращаются или над Китаем. Эти шары превращаются в такой психологический якорь, не знаю, как его, спусковой крючок еще одной волны глобальной неуверенности. Еще одной волны глобальной нестабильности, которую мы пережили в ковид, потом пережили с началом Украино-российской войны. Такое впечатление, что процессы искусственные, что необходимо еще встряхнуть где-то, оживить какие-то общества, вызвать у них какую-то эмоциональную реакцию, немножечко их расшатать, чтобы они почувствовали себя нестабильно, пришли в движение, общественное сознание. Руслан, ну я уже, мои постоянные зрители, наверное, уже там посмеиваются надо мной, что ковид перебила война, ну пускай уже войну, может быть, шары перебьют уже, ну в каком-то смысле, что все остановимся с боевыми действиями и будем заниматься шарами всем миром. А представьте себе, вот представьте, возьмите себе секундочку еще пофантазируем, что вышел завтра представитель государственного департамента на брифинг и говорит, мы установили внеземное происхождение части объектов. Как глобальный фокус внимания будет где? На ковиде, на Украине, на экономическом кризисе или на летающих тарелках? Да. Друзья, напишите. Прекрасный глобализатор, извините, прекрасный глобализатор и прекрасный переключатель всеобщего внимания. Не смотрите наверх, это точно. Это технология, какая-то технология управления, какая-то технология управления, причем очень интересная и многомерная технология управления общественным сознанием, но мы пока до конца не можем понять, что это за технологией. Ну да, у нас другая повестка. Еще хочу добавить финальное, по этим землетрясениям, это тоже интересная история. Во-первых, часть общества, где-то до 30% общества в любом государстве верит в конспирологию. Эти шары землетрясения будут вязать, будут придумывать о неземной функции, о рептилоидах, о тайных правительствах, все это будет ввязаться, все это усиливает недоверие, все это разбалансирует социальное настроение. Недоверие к правительствам и всему остальному. Но мы видим, как на Турцию влияет это землетрясение. Если изначально все подумали, что землетрясение в Турции приведет к катастрофе для Эрдогана, а Эрдоган сегодня один из ключевых партнеров России и переговорщиков между Украиной и Россией, то сейчас, скорее всего, наоборот. Землетрясение в Турции приведет к тому, что выборов в Турции не будет. И проблем у Эрдогана не будет. Вот так. Да, интересно. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете. У меня есть еще один вопрос. Я не могу отпустить Руслана без комментария темы военно-футбольной. В Турции вышеупомянутой подрались футболисты Закарпатского Миная и Ярославского Шинника. И там две версии. Есть российская сторона, есть украинская сторона. И друг друга обвиняют. Футболисты подрались. С украинской стороны говорили, что футболист из Шинника был пьян, цеплялся к сотруднице. А потом завелось и закипело и завертелось. И, собственно, драка в лифте. Четверо, по-моему, пострадали как-то российских футболистов. Об украинских как бы не сообщают. Но, в общем, итог всего происходящего. Выселили сначала российскую команду, а потом выселили украинскую команду. Потому что пришла из муниципалитета бумага, мол, это уже стало политической историей. Это не просто там футболисты подрались. Поэтому никого не должно быть в этом отеле. Ни одних, ни других. Я хочу ваше мнение узнать именно о времени, когда это происходит. Именно вот об этом времени. Вот мы приближаемся к году войны. И за этот год войны мы видим, что накал только растет. Вот имеется в виду недовольство, вот этих проявлений совершенно разных, вот этих отголосков войны, этой агрессивности. есть предел или нет? Нет предела. Если война продолжится, нас будут ожидать, к сожалению, еще многие катастрофы, человеческие катастрофы, гуманитарные, военные преступления совершенные. То есть накал войны снижается только после ее завершения, причем с однозначным, если есть однозначный результат. То есть если, условно говоря, есть победа, вот тогда даже победивший со временем, очень быстрым кстати временем начинает снисходительно более мягко относиться к проигравшему, что бы он ни сделал. Ну, после победы над нацистской Германией, несмотря на ужасающие преступления, концлагеря и все остальное, холокосты, через несколько лет отношение к немцам было уже относительно нормальным. Тем немцам, которые выжили, конечно. А отношения между Северной и Южной Кореей ненормальные. Несмотря на прекращение войны, накал взаим очень высок, потому что война не имеет определенного результата. То есть только завершение процесса войны, однозначное завершение процесса войны, ведет к снижению этого всего. Иначе это напряжение, взаимная ненависть, которая будет передаваться уже через систему образования, через систему информирования общества, она приведет к формированию двух крайне враждебно друг к другу настроенных наций. И да, украинцам есть за что сегодня ненавидеть Россию, российское руководство, российскую армию. Это абсолютно очевидно. Но, я буду сейчас говорить непопулярные вещи, но для того, чтобы мы развивались дальше, для того, чтобы наша страна росла, приумнажала свое влияние и силу, нам когда-то после победы необходимо будет переступить эту ненависть. Потому что ненависть это барьер. Это барьер. Если мы захотим развиваться в том числе за счет ресурсов России когда-то, ресурсов территории России, нам придется все это переступать. Переступать эти барьеры, хотя и политическим элитам, иначе выгодополучательные будут даже из нашей победы выгодополучательные будут другие страны абсолютно, а не мы. А мы станем тоже просто пострадавшие, хоть не справедливо воевавшие, но пострадавшие стороной. Но это будущее, далекое будущее или недалекое будущее, кто его знает в этой ситуации. Пока что накал будет сохраняться и даже на человеческих отношениях, а у нас даже между семьями, а у нас миллионы людей связаны с семейными вузами, с белорусами и россиянами сегодня. А на семейных отношениях наблюдается массово. Такой сейчас период времени мы переживаем. Исторически это очень короткий период времени. Говорю, спросите хоть у немцев или спросите не знаю у чеченцев или у каких-то других наций или у молдаванцев с украинцами или у украинцев с поляками. А у нас история украинопольская история намного ярче и жестче, нежели история с любыми другими народами, наверное. Кроме, может быть, за исключением крымско-татарского. Там тоже прекрасная своя история. Но все так в миг в исторической эпохе. Все это когда-то пройдет. Просто, скорее всего, уже не при нашей жизни, Александр. Да, Руслан. Ну, а я бы, конечно, здесь добавил, лучше бы закарпатские имена и наклепал бы голов этим. Так они и наклепали, но не голов. Да, но не голов. По факту, тут что интересно, по факту сборы команды все равно нарушены. Да. И по факту интересна позиция Турции, которая уравняла украинских и российских футболистов. Сказали, вон те, вон другие. Ну, это тоже для нас маркер того, как к таким вещам относятся в мире. Даже страны, которые номинально являются нашими союзниками, поставляют нам вооружение, поддерживают украинскую политическую позицию. Да. Руслан Бортник был моим собеседником. Спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Спасибо вам. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.